Добрый день. Я Олег Степанюк и это программа «Большой город». Сегодня хочу поговорить о его жителях меньших, домашних животных, вернее об их хозяевах. Насколько мы ответственно относимся к тем, кто живет с нами. Как оказывается, наша большая любовь к четвероногим и не только питомцам может обернуться для них большой проблемой. По крайней мере, в этом уверен эксперт нашей программы. И этот вывод подтвержден его многолетней практикой. Так что же надо знать и понимать, прежде чем принести в свой дом маленькое пока животное? Мы говорили с ним об этом и многом другом. Подробности через несколько секунд. Я представляю вам сегодняшнего моего собеседника. Это руководитель одной из столичных ветеринарных клиник Сергей Сас. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Вот прежде чем мы поговорим с вами о ветеринарной помощи, в принципе, все, что ходит в вашу компетенцию, давайте вначале, с вашего позволения, поговорим о хозяевах этих животных. Вот люди, на мой взгляд, по разным причинам решают завести себе питомца. Кто-то ищет члена семьи, надежного и доброго, кто-то просто относится к нему как к модному аксессуару, наверное. Вот, кстати, давайте поговорим, действительно существует ли мода сегодня у мяча на породы собак, кошек, вот, исходя из вашего опыта многолетнего. Вы знаете, я думаю, что мода не существует, но существуют определенные, как бы, тенденции, которых пород становится то больше, то меньше. Людям так же, как и всей этой жизни, что-то прорекламировали. Женщинам очень модно иметь тоя полуторакилограммового, который выглядывает с дамкой сумочки. Мужчине хорошо идти, допустим, с резиншнауцером, мощным, управляющим, который подчеркивает его характер. Я думаю, что здесь очень многое зависит именно от характера человека, не столько даже от моды, сколько именно от характера человека. Кто-то хочет выпендриваться, он берет выпендрежные дорогие породы. Кто-то хочет друга хорошего, да. Он берет обычных с Гурского, с подобранных животных, с других защитных организаций, да. Потому что он хочет вот видеть эти вот отзывчивые, прямые, влюбленные глаза, и все. Ну, а так, по-моему, животное иметь надо в доме. В плане воспитания человека, в плане того, что он привык с детства кормить этого котенка, да, убирать его туалет, если надо гладить, если надо воспитывать, это формирует личность. Это однозначно формирует личность и формирует отношения между людьми. А вот как раз по поводу формирования личности, вот на ваш взгляд, вы же сталкиваетесь и с пациентами, и с их хозяевами. Вот насколько сегодня хозяева компетентны, ну, скажем так, в той породе, которую они приобрели вообще? Насколько они понимают меру ответственности за то, что они держат собаку? Понимаете, вот я вам хочу сказать следующее. Я-то, собственно, уже работаю более 30 лет тому назад. Так вот, в последнее время я с полной ответственностью могу сказать о том, что основные проблемы у животных, связанные со здоровьем, связаны с большей, как бы, знаете, проблемой от любви владельцев к своим животным. Инфекционных заболеваний очень мало, особенно у собак, у котов еще много, да. Травматических заболеваний несколько больше стало. Доминанту переходит заболевания обмена веществ, внутренние незаразные заболевания, связанные с нарушением работы печени, почек, там, внутренних органов, гормональные проблемы и онкологические. Вот эти доминанты, которые выступают, которые становятся основными проблемами в последние годы. Все эти проблемы возникают на фоне высокобелкового кормления животных. То есть перекармливания. Перекармливания не просто перекармливания, а перекармливания мясом, несмотря на то, что все стонут, что плохо живем. Перекармливанием белками. Причем перекармливанием сумасшедшим количеством витаминами. Поэтому заболевания сейчас, они из года в год, ну, не то, что из года в год, там, в течение пяти лет они меняются. Они меняются, да. А что касается, то, что вы спросили по поводу выбора породы на этапе еще выбора. Да, здесь я всем, ну, к сожалению, мои клиенты, те, которые уже имеют животных, да. Но я бы им настоятельно рекомендовал бы, перед тем, как купить животное определенной породы, да, обращаться все-таки к ветеринарным специалистам. В интернете они не смогут подчеркнуть всю информацию. Определиться по породе, которую ты хочешь взять. Заводчик всегда говорит, что его порода самая классная. Потому что он любит эту породу. Он занимается профессионально этой породой, да. Ветеринары, они работают с патологией. Они могут вам рассказать о видовых предрасположенностях, к заболеваниям. Они могут вам посоветовать определенное даже учесть возраст детей, допустим. Зачем брать котенка маленького ребенку двухлетнему, трехлетнему, который не понимает, что другому может быть больно, и чисто играючись переломать ему позвоночник. Вы извините, что я так говорю жестко, но это факт. Им нужно уже брать животное, которое может за себя постоять хоть немножко. Хотя бы запищать очень сильно, запищать и убежать от этого ребенка, да. В то же самое время, как можно брать, допустим, собаку, дога или там коникорса, если ты живешь в хрущевке на пятом этаже. Животное быстро набирает вес. Кости не успевают расти. К трем месяцам он уже 30 килограмм. На руках его не поносишь. Ну, если он походит на своих ногах на пятый этаж и снизу вверх, у него суставы разрушатся уже к году. Все эти вещи, да, вам расскажут только врачи, потому что они работают с патологией. Направление использования животного, да, то есть все породы выводились не из позиции модно-немодно. Все породы выводились по каким-то направлениям. Тот же йорк, тот же йорк, который очень моден, да, это вообще-то крысолов. Это крысолов, да. Понимаете, то есть определенные характеры. Все смотрят на этого той терьера, маленький, полутора килограммовый, да. Так очень миленькое и нежное животное. Но этот терьер, это его там давнишние прадеды, там все остальное, там прапрадеды, да. Изначальные породы. Это охотничьи породы. Они очень больно кусаются. Да. И если к этому той терьеру, который спит, резко наклонится, он испугается, а вы сами подумайте, животное, которое там 30 сантиметров, да, или там 15 сантиметров, да, и на него резко, он смотрит на этот мир вот с этой вот высоты, да, и на него резко направляется ваше лицо. А он спит. Первая реакция, как по-вашему, будет какая? Защитная. Откусить нос хозяина, да, или укусить его за щеку или за что-либо такое. То есть, о, не о плохих, не о плохих вещах вам расскажут врачи. Вам врачи посмогут помочь определиться в направлении выбора породы. Я никогда не считал, что для девочки маленькой нужен маленький пес. А вдруг она захочет, чтобы ее защищали, да? Тогда надо будет взять коникорса, да, или резиштаутера, или там ротвеллера. Да, между прочим, по поводу ротвеллеров, бультерьеров и всего остального, да? Очень много мифов, очень много сказаний. Мифов, мифов. Все зависит от человека. Поверьте, мне приходилось встречаться с очень гадкими людьми, которые делали животных, подготавливали к боев. В то же самое время к нам приходят клиенты, у которых бультерьеры прекрасно сложенные, спортивная фигура, спортивные атлеты, замечательное породное качество проявления. Они зализывают. Они зализывают. Приходят с развращенным, там, допустим, ричбэком, он кусает. Да, то есть это все от хозяина. С любого тоя можно сделать ротвеллера. Жесткого, некорректного, совершенно без мозгов, который будет все кусать, все рвать и все остальное. С любого ротвеллера можно сделать котика, который будет адекватно работать по команде владельца. Это все дрессировки, это все кинологи. Поверьте, в Беларуси очень хорошо работают кинологи. Но, к сожалению, почему-то считают, что нужно к кинологам обращаться только с овчарками, только с ротвеллерами, ну или, а что такое воспитать собаку, да я с ним сам совершенно справлюсь. Не справитесь. Потому что это тоже характер. И поверьте, у них характеры, они себе позволяют столько, сколько им позволяет хозяин. Вот вы ему позволили спать на кровати, он будет спать на кровати. Вы позволили ему спать на подушке, он будет спать на подушке. И потом вы его с него не сгоните. Это тоже характер, это тоже паритетные должны быть отношения. Если вы обидели животное, оно может отомстить. Через год, через два. То есть, получается, нет плохих животных, есть плохие хозяева? Есть неграмотные хозяева. Неграмотные хозяева. Неграмотные хозяева. Или хозяева очень сильно уверены в себе. Плохим хозяином нельзя быть. Если ты взял уже животное, ты берешь на себя ответственность. По практике вам часто приходилось встречаться с последствиями жестокого обращения? Вы знаете, предполагаемого жестокого обращения животного, да, такие случаи были. Халатного отношения намного больше. Вывели собаку без поводка, она перебегает улицу, ее сбивает машина. Это жестокость? Нет. Это халатное отношение. Сейчас вот самое время объявить сюжет, который сняла моя коллега Вероника Кондратюк. О людях, которые заботятся о животных, ну, скажем так, не по долгу службы. Смотрим, после чего продолжим. Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Когда-то Том также, как и еще три собаки, был сторожевым псом в гаражном кооперативе. А потом его решили усыпить. Мол, содержать четырех невыгодно. Волонтеры, конечно, сразу же забрали их на передержку с надеждой, что найдется новый хозяин. И таких историй в большом городе десятки. Когда неравнодушные люди сразу заводят питомца или кричат о помощи, что пропадает животное, а потом молча уходят в сторону, забывая о том самом ответе за тех, кого приручили. Ну, мы все должны прекрасно понимать, что бездомные животные, они не появляются из ниоткуда, да. То есть это там ни цветочки, ни грибочки, которые растут сами по себе. То есть большинство животных, они появляются на улице по вине человека. То есть это когда-то выброшенные животные. То есть это люди, которые не подходят с полной ответственностью к содержанию своего животного. Люди в надежде на то, что там кто-то пожалеет, заберет. Как показывает практика, хороших рук на всех у нас уже не хватает. Поэтому животные вот так вот потом вырастают, начинают плодиться. О том, как отдают в хорошие руки и как выбирают хозяина для бездомного животного, Вероника Ханцевич рассказывает с улыбкой. Пять дворовых псов нашли себе хозяев в далекой Швеции, а одному все же минские улочки оказались смелее. И столько же историй, от которых наворачиваются слезы на глазах. К счастью, в последней новости о появлении живодеров в большом городе не появляются уже больше четырех лет. За жестокое обращение с животными в Беларуси ввели уголовную ответственность еще два года назад. Но это не стало препятствием для тех, кто уж очень устал от домашнего питомца. Куманное обращение, конечно, не обижать животных. То есть понимать, что животное – это такое же живое существо, и оно точно так же хочет жить, оно хочет питаться, оно хочет гулять. Ему нужен человек, к сожалению, потому что без людей, скажем так, животному достаточно сложно выжить. Тот законопроект, который предложен на данном этапе, он не устраивает зоозащитные организации, потому что очень много моментов и очень много вопросов, которые мы вносили, касающихся именно непосредственно защиты животных, они были убраны. Ольга занимается волонтерством в шесть лет и помогает тем, у кого гораздо меньше шансов найти хозяина – животным с инвалидностью. Прививки и лечения за счет благотворительной организации или из собственного кармана. Но никого это, как правило, не пугает. Совсем недавно женщина взяла несколько хотят на передержку. Всего же у нее пять питомцев. Ветеринарная помощь в большом городе говорит сейчас на высоком уровне. Люди боятся этого. Хотя, конечно, сейчас наш прогресс дошел до того, что оказывается любая помощь, начиная от колясок, кончая протезами. И найти дом инвалиду тоже очень сложно. Но не без шансов. У нас много инвалидов в программе уже пристроилось. А здесь прибавки в змеином семействе скорее ждут, нежели боятся. Об уходе за рептилиями хозяин царства знает все до мелочей. За годы разведения даже змеиную пневмонию лечить приходилось. К слову, в Минске только один врач способен поставить диагноз и назначить лечение питону. Для нас они как дети, притом я даже больше скажу, что тиреумистика несет на самом деле большую пользу. Если мы возьмем тех же тигровых питонов, да, они вымирают. В природе практически их уже не осталось. Рубят леса, их употребляют в пищу, делают там, я не знаю, ремни и так далее и тому подобное. Зоопарки с этой задачей не справляются, естественно. Никакой угрозы обществу, уверяют хозяева, змеи причинить не способны. Непривередливые в еде кормить их надо раз в две недели. Они не выживут без домашнего ухода. На волю ручных питомцев выпускать не стоит. Угрозой для них может стать даже ворог. У дочки тоже есть свой любимец, Прохор, она с ним очень давно дружит. Они с одного года рождения дружат друг друга, понимаете, всех он выбрал как бы хозяйку, дочку. Андрей и Вера даже с рождением дочки и не думали отказываться от домашних любимцев. Находили время заботиться и кормить. И даже поездки к ветеринару не обременяли. А пока они балуют своих любимцев вниманием и заботой, кто-то пишет очередной пост о поиске добрых рук для тех, кого приручили. А вот насколько они окажутся добрыми, покажет только время. Сергей Николаевич, если я решился, я проконсультировался со специалистами, с вами со специалистами, меня устраивает все, ну, скажем так, тактико-технические данные, породы и всего прочего, могу я взять щенка и провести у вас, ну, так сказать, предпродажную диагностику? Это все можно сделать. Оценить состояние животного на момент представления его в клинику или конкретному ветеринарному специалисту. Это можно сделать, проблем в этом нету совершенно. Объем исследований. Ну, в первую очередь, это клинический осмотр. Если при клиническом осмотрном визуальном ничего не выявлено, да, дополнительно там какие-то рентгены и все прочее, да, делать поскольку постольку не нужно. Но это совершенно не защищает владельца животного, нового владельца животного, что он получит именно такого же хорошего, взрослого собачку, котика, как были его родители. Потому что в генетике есть очень много позиций, которые не гарантируют то, что ребенок будет такой же хороший, как родители. Есть понятие, там, наследуемое заболевание, наследуемое предрасположенное заболевание, аномалии развития, аномалии родов. И самое главное, о чем практически многие забывают, вопросы совмещения пары. Он элита, он элита. Дети уроды. Понимаете? И гены же ведь включаются на каждом, каждые разные гены включаются на определенном возрасте, да, в определенном возрасте. Да, мы можем посмотреть соответствие щенка, позвоночник, нет ли у него там врожденных вывихов, травмов, там, все остальное, соответствие там челюстей, черепной коробки, все. Да, между прочим, по черепной коробке-то. Ведь очень многие вот эти вот животные, ну, те же самые тойтерьеры, да, они уже по стандарту имеют патологические черепа. Да, или, допустим, там, особенности развития грудной клетки. Особенно развития носоглотки, да. И если француз, у которого носа практически нету, он не может не иметь патологию Рина. Есть такая еще такая тенденция, как чипирование домашних животных. Проводится ли у нас в Минске вообще? Насколько вот это развитое, насколько хозяева просят вас провести вот эту мотивацию? Значит, законодательное чипирование, оно оговорено в наших законодательных актах. При выезде за границу, пользование общественным транспортом, чипирование обязательно. Ну, особенно в выезде за границу. В выезде за границу в первую очередь. Очень многие люди думают, что это вот ту чип, который вводится, что это GPS. Нет, это не GPS. Это просто как паспорт. Причем этот паспорт может мигрировать. Этот паспорт может выходить. То есть вы его чипировали, под кожу задали, все. Но организм сам его абсцидировал и в форме маленькой капельки гноя удалил с организма. При этом никто не виновен. Ни владелец. Ни врач. Виновно животное, что у него такой организм, который удалил с себя инородный предмет. Да, он удалил из себя. Ну, чипирование, оно, на мой взгляд, это ерунда. Вот это чисто мое субъективное мнение, как не ветеринарного врача, а просто как человека. Если я потерял животное, да, если он попадет на Гурского, ребята помогут. Сто процентов помогут. Они, несмотря на тот негатив, который есть в сетях и везде, там работают замечательные люди. На которых возложена определенная очень тяжелая миссия, задача по недопущению распространения инфекций, которые могут бездомные животные разносить. И, упаси бог, заболеет кто-то из людей, тогда у этого человека, во-первых, коренным образом изменится, и у его родственников коренным образом изменится отношение к бродячим животным. И коренным образом изменится отношение к тем людям, которые обязаны выполнять возложенные на них функциональные обязанности государством. Ну, чипирование, оно хорошо, если у тебя породистые животные, если ты занимаешься разведением, если ты занимаешься все. Сейчас законодательно, по всей вероятности, введут чипирование, причем введут чипирование не исключено, что республиканским законом. И, на мой взгляд, это очень плохо. Потому что республиканский закон будет действовать уже не как постановление горосполкома, а будет действовать на всю территорию Республики Беларусь. На деревни, на все остальное. Чипы, они не дешевые. И я думаю, что как только введут вот это чипирование, сразу пойдет какой-нибудь налог на животных. И получится, что в одночасье очень большое количество животных будет выброшено на улицу. Вот это тоже лично мое мнение, которое может привести, может быть, к какому-то короткому времени. Ухудшению состояния по количеству бродячих животных, по количеству вот этих вот стрессов моральных, которые люди ощутят из-за того, что чипировать они не могут дорого, ежегодно платить налог дорого, поэтому они избавляются от своих животных. Такие случаи будут однозначно. И для людей это тоже моральная травма. И моральная травма, и физическая травма для животных, и все остальное. Я, это только мое лично сугубо не ветеринарное мнение. Как ветеринарный врач, да, я приветствую чипирование, которое позволит, по крайней мере, нам отслеживать состояние, по крайней мере, очень многих проблем. Это, наверное, все-таки правильно, что мы затронули эту тему. Ну, вы затронули эту тему, да. Да. Ну, Сергей Николаевич, вот сейчас уже, наверное, уже можно сказать, что начался сезон дач, когда все дружной семьей, включая четвероногих, двукрылых, отправляются на природу. И вот тут, ну, понятно, наверное, что самая большая проблема – это клещи у собак. Ну, и плюс встречи со своими, там, беспризорными собратьями, там, на природе. Вот, ну, я не знаю, с какими проблемами к вам обращаются по приезду с дачи, ну, наверное, я не знаю. Вот ликбез такой, вот, нашел на собаке клеща, что делать до того, как приехать к вам? Да, ну, во-первых, начнем с самоопасных вещей, да, с зон тропонозов. То есть, самая большая проблема, к которой люди имеют возможность столкнуться – потенциальное возможно заражение их домашнего питомца бешенством. Вакцинируйте животное и спите спокойно. Что же касается клещевой инфекции? Значит, заболевание, которое передается клещевой инфекцией – это пероплазмоз. Сам клещ для животного абсолютно не опасен. Инфекция практически летальная. Летальность там очень высокий процент. Я сейчас теоретически не помню, но там в районе 90%. Инкубационный период до 15 дней. То есть, скрытый период до 15 дней. Первое, что проявляется на обычные признаки общей недостаточности – вялость, все остальное, резкий подъем температуры. Если бы владельцы всех собак обрабатывали животных от клещей, в данном случае от клещей, то такого бы количества пероплазмоза не было бы. Опять же, мы переходим с вами к тому, что все-таки нужно, чтобы владельцы были более внимательны и думали как-то наперед. Ну, мне кажется, это правильно, что мы обращаем на это внимание. Сейчас ненадолго с вами прервемся, потому что реклама на нашем телеканале, после чего продолжим этот разговор. Сергей Николаевич, мы говорили вот о мере ответственности хозяев, владельцев животных, собак, кошек. Это как бы то ни было связано с работой. Серьезной работой по дрессировке, воспитанию, уходом, менять лоток, выгуливать собаку каждое утро. Но некоторые находят альтернативу, да, вот на заводе каких-то хомячков, морских свинок, рыб. Они неприхотливые, они неприхотливые, за ними не нужен уход. Вот так ли это вообще? Это миф опять-таки, или вам приходится сталкиваться опять-таки с проблемами, вызванной любовью, либо нелюбовью к этим животным? Так нет, ну, конечно же, и хомяков лечим, и тушканчиков там, и хладнокровных, и птиц очень много, но каждый свое. В этом направлении, опять же, я говорю как врач, да, отрицательная сторона такая, да, это лабораторные животные, это лабораторные мелкие животные, им свойственно очень быстро болеть. То есть у них веса нету, чтобы длительно болеть. Чем мельче животное, чем меньше вес, тем процессы в организме могут проходить намного быстрее, и ты ничем не успеваешь помочь. Это первая сторона. И второе, что кратковременность их жизни, ну, два, ну, три года, ну, там, крыса, там, ну, там, три года, все, и у нее идет онкология, там, что-нибудь такое. То есть приобретая вот этого хомячка, должен быть готов к тому, что скоро тебе придется с ним попрощаться. Об этом не надо думать. Нужно жить. Вы готовы. Нужно жить. Понятно. Нужно жить. Нужно об этом знать. Но если вы берете это для ребенка, для которого через два, через три года это будет очень существенной душевной травмой, подумайте об этом. Вот это правильно. Вот такая позиция. Не то, что думайте о том, что он там через день умрет, но извините меня, все мы под богом ходим, завтра будем переходить дорогу, господин. Об этом так сильно думать не надо. А вот хочу поговорить еще об одних таких владельцах, хозяевах, экзотических животных. Да. Вам приходилось сталкиваться на практике, ну, с какими-то там несвойствами? Вы понимаете, обращения были, но моих познаний в плане лечения хладнокровных, они очень малы. Поэтому, когда люди звонят с позиции, там, помогите полечить змею, я не знаю. Черепахи я еще могу помочь. Черепахи я еще немножко знаю, так могу помочь. Птицы однозначно. У нас есть ребята, которые очень хорошо в этом разбираются. А вообще стоит заводить вот экзотическое животное? О чем вы говорите? Господи, у меня вот, допустим, есть мой коллега, ветеринарный врач, которому я знаком уже более 20 лет. У него до сих пор живут пауки, яйцееды. Птицееды, извините, птицееды. Причем они-то живут по 40 лет. У каждого свое. Он, вот, кто-то берет рыбок, да? Кто-то балдеет от подсветки, от всего остального, да? А кто-то балдеет от того, что они молчат. Да? У каждого свое, да? Каждый смотрит на этого паука. Ну, каждый свое, да? Ну, здесь именно мода, здесь именно восприятие этого мира. Прежде чем приехать к вам, я не поленился, залез в интернет, насчитал более 20 ветеринарных клиник. Да, очень много. По разным районам. То есть, возле дома можно найти там ближайшую. На ваш взгляд, сеть ветеринарных клиник, она достаточно в Минске? Вот вы считаете, стоит ли еще? Задыхаетесь вы от работы или нет? Или пока достаточно? Сеть будет и дальше расти. Это как бы нормально. Ну, никуда не денешься. Ну, почему бы и нет, да? Второй вопрос. Объемы оказываемых услуг. Да? То есть, можно заниматься вакцинациями, прищиками, там, подстрижкой когтей. Это один уровень, да? Можно заниматься стерилизациями, там, какими-то плановыми операциями. Это другой уровень, да? Можно заниматься вещами, которые реанимационники. Хронические заболевания, там, допустим, уже в последних стадиях течения, допустим. Объемно заниматься и правильно заниматься онкологией. Таракальными операциями. А третий уже уровень, да? Приобрети оборудование, инструменты, которыми ты это будешь делать. Вот. А работаем мы медицинским оборудованием. Почему медицинским, между прочим? Потому что в некоторых вопросах, в некоторых областях ветеринарное оборудование стоит дороже, чем медицинское. Потому что оно изготавливается, ну, вообще в единичных вариантах. Штучный товар. Ну, наверное, где-то объясняет цену услуг ветеринарных клиник. Мы не так много здесь зарабатываем, да? Но вы просто не представляете тот кайф, вот я вам уже так говорил, который ты ощущаешь. И мои врачи, слава богу, это ощущают, когда ты спас, когда ты помог. Когда ты сделал то, что сохранило жизнь, или, по крайней мере, продлило эту жизнь. Это кайф. К большому сожалению, его величество доллар очень существенно мешает многим клиникам стать нормально по обеспечению оборудования. Оборудование безумно дорогое. Безумно дорогое. И оно, кроме того, что ты его приобрел, ты должен его обслуживать. А обслуживание оборудования, оно тоже не дешевое, потому что инженеры тоже штучные. Кроме всего прочего, требуется очень большое количество реактивов, периферии. Вот вопросы, да, вопросы, касаемые о приобретении оборудования, это к большому сожалению, спонсоров нету. Абсолютно. Но это как бы, да, нюансы, да. Ну что ж, Сергей Николаевич, большое вам спасибо за беседу, за рекомендации и тем, кто уже имеет домашних животных, и тем, кто только думает, подумывает об этом. Ну, а я напомню зрителям, что сегодня я разговаривал с руководителем одной из столичных ветеринарных клиник Сергеем Сасом. И в заключении традиционно. Хотите предложить свою тему, звоните. 290-66-00 или 1-600-700. Рассмотрю все ваши предложения. Выберу самые интересные и на их основе сниму программу. На этом все. Всего доброго и до встречи через неделю.